Привет! Я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук, харьковчанин. Тарифы вырастут в три раза. Такие заголовки появились в СМИ. И после того, как прошла такая первая волна нашего страха от того, что действительно тарифы могут вырасти в три раза, что мы всегда можем ожидать, в принципе, да, тем более в стране, в которой идет война, мы увидели опровержение. Опровержение, которое выдало Нафтогаз и выдало правительство, что, мол, нет, ничего такого не будет. Давайте разберемся, все-таки будет это или не будет. И в чем же проблема? Почему такая проблема вообще возникла? И почему мы это вообще обсуждаем с вами сейчас? Во-первых, нужно начать с того, чтобы вспомнить, что правительство Украины разработало законопроект, который называется следующим образом. Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действий военного положения и дальнейшего его восстановления. И вот именно этот закон стал причиной того, что появились такие заголовки. Если обратиться к этому закону, то мы увидим следующее. Мы увидим то, что нас может несколько успокоить. Почему? Потому что уже в первой статье, как мы видим, содержится следующая информация. Ну, во-первых, сама статья, какое классное название имеет, да, мораторий на повышение цен, тарифов на рынке природного газа и в сфере теплопоставок. Как мы видим, раз мораторий, значит, что мы понимаем, что есть некий запрет на повышение цен. И вот здесь, соответственно, мы читаем, что во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев этим законом запрещается повышать тарифы на услуги распределения природного газа, а также тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды. И первое наше ощущение, вот, да, первый раз, когда ты читаешь это, думаешь, вот классно, точно все, мораторий, значит, будь уверен, никакого повышения цен на газ и на тепло точно не будет. И, в принципе, это правильная мысль, но частично. Почему частично? Потому что действительно, как мы видим, введен мораторий на тарифы, на тепловую энергию, она, конечно же, непосредственно зависит от тарифов на газ. И мы видим, что тарифы на тепловую энергию точно повышаться не будут. То есть, горячая вода останется по прежней цене. Почему же я начал говорить о моратории на тепловую энергию и пропустил все-таки мораторий на цены на газ? Да потому что часть первая, статьи первая этого закона, не вводит мораторий на цены на газ. Как мы видим, здесь написано тарифы на услуги с распределения природного газа. То есть, это не про цены на газ, это про услуги на распределение данного газа. И возникает вопрос, так а что же тогда, цены на газ повысятся или нет? Ответ мы находим уже в части второй данной статьи. И там написано следующее, что в течение действия военного положения в Украине и в течение шести месяцев после месяца, в котором его будет прекращено либо отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая была установлена по состоянию на 24 февраля 2022 года. Как мы видим, друзья, законопроект, который разработал Кабинет Министров Украины, все-таки вводит мораторий на повышение цен на распределение газа, на тепловую энергию, на горячую воду, а также и запрет на повышение цен на природный газ. Это значит, что на сегодняшний день нам бояться нечего. И все те новости, которые гласили о том, что тарифы вырастут на тепло, на газ, на горячую воду в три раза, это все-таки больше похоже на фейк. Это то, что не соответствует тексту того законопроекта, который разработало правительство Украины. При этом, естественно, это абсолютно, друзья, не значит, что тарифы не смогут вырасти в три раза. Потому что, как мы с вами понимаем, закон — это штука непостоянная, это временно. И любой закон можно изменить, любой закон можно отменить и принять новый. Но пока то, что предлагает правительство, оно несколько, ну, такое успокаивающее для нас. Новость такая нас несколько успокаивает, потому что мы понимаем, что в принципе в ближайшее время, по меньшей мере, тарифы на газ и тарифы на тепло повышаться не будут. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я же вам желаю удачи, добра и мира. Пока!